Сегодня, как я уже говорил еще раз повторю, тема самооценки уверенности в себе, та тема, которую вы выбрали в инстаграм. Я надеюсь, что многим она у вас откликается, многим эта тема интересна, потому что самооценка это та сфера, ну это та, скажем так, то базовое понятие, которое влияет на любую сферу нашей жизни, на будь то отношения, будь то карьера, будь то финансы, без такой стабильной и адекватной самооценки у нас не будет, как правило, не будет того качества жизни, которого мы мечтаем. Если немножко порассуждать на тему самооценки, вы знаете, наш мозг очень много чего искажает в том, как мы воспринимаем эту реальность. И если мы посмотрим на то, например, на какое-то событие, которое происходит в нашей жизни, то оно нейтральное, любое событие, оно нейтральное, только наше восприятие его делает каким-то, дает оценку. Так вот, заниженная самооценка, она начинается с того, я задолго начну, она начинается с того, что вообще появляется понятие ценности одного человека, ну вообще ценности человека, ценности чего-либо, потому что как только появляется понятие ценности чего-либо, вторым следствием идет сравнение. Ты в любом случае начинаешь сравнивать одного человека с другим человеком. И я вас уверяю, если бы каждый из нас был единственным жителем на планете Земля и больше бы никогда не встречал никого, ни маму, ни папу, ни других людей, ну так родились, вот мы как-то сами из яйца вылупились и живем одни на планете, то такого понятия как самооценка его бы не было в принципе. Потому что самооценка, она существует в контексте общения с другими людьми, в том, как мы общаемся, в том, насколько мы можем коммуницировать с разными людьми, насколько нам комфортно с кем-то. И это нормально, но ненормально то, что когда мы себя сравниваем, то нередко мы попадаем в ощущение, что с нами что-то не так. И вот это то когнитивное искажение, это то, как наш мозг искажает эту реальность так, что мы начинаем верить в то, что с нами что-то не так. И, конечно же, я сейчас не хочу в это углубляться, но по большому счету очень многое закладывается с детства. Я небольшой просто пример расскажу, я, по-моему, как-то в видео в Рилс об этом рассказывал. То есть, смотрите, ребенок родился, он практически ничего о себе не знает. Ну, если не брать, там, перинатальный период, многие психологи считают, что в перинатальном периоде, когда ребенок у мамы в животе тоже закладывается уже понимание того, какой этот мир, какой я, насколько меня ждут в этом мире. Ну, я с этим, в принципе, согласен, просто я не углубляюсь в эту тему, потому что я в ней, ее не изучал, и я в ней не разбираюсь, перинатальной психологией. Ну, так вот, ребенок рождается, и он узнает о том, какой он, как вы думаете, через что? Через взрослых, через тех людей, которые его окружают. И взрослые – это словно зеркала, в которые он смотрится. Ну, вот у кого маленькие дети есть, вы или были, вы знаете, да, ребенок, вот он смотрит, и как будто бы он не просто на тебя смотрит, а он считывает, какой я, что я, что про меня в твоем взгляде. И это маленький лишь пример, но, конечно же, мы с ребенком коммуницируем, взаимодействуем, и получается, что со временем ребенок узнает о том, какой он есть. И если очень грубо обобщать и взять два полярных разных таких подхода к воспитанию, то очень часто, когда мы начинаем в общении с ребенком, говорим о том, что, например, вот ты это сделал, и ты плохой. Да, вот я об этом писал пост небольшой, да, такого, какой ты есть, я тебя не люблю, не принимаю, то ребенок словно расщепляет себя на принимаемую часть и непринимаемую часть. То есть у него уже идет внутреннее неприятие, у него встраивается этот родительский интроект, что такой, какой я есть, меня любить нельзя. И в нем зарождается нестабильная самооценка, которая строится по принципу «я плюс, если», и дальше идет перечень условий, выполняя которые я могу считать себя плюс, ну или окей, или нормальным, или хорошим, у каждого свое какое-то слово. Например, если всю жизнь в детстве ребенку говорили, вот только музыканты, это элита общества, а что ты тут своей занимаешься, там, своей математикой, вот иди лучше на скрипке поиграй, да, или вот когда ты занимаешься музыкой, то я тебя люблю. А когда ты вот там свой футбол, мяч пинаешь, ну ты просто бездарь какой-то. И получается, что ребенок понимает, вот то, насколько я хорош, например, в музыке, просто в отрыве от реальности взял пример, вырванный из контекста. Если я хорош в этом, если я занимаю какие-то призовые места, ну, не знаю, в музыкальных конкурсах, то я окей, со мной все в порядке. Или ребенку могут так говорить, ну ты, конечно, девочки, например, ну ты, конечно, у нас не красавица, но умница зато, молодец, учишься хорошо. Ребенок тоже понимает, что, а девочка, да, что она некрасивая, ну, компенсация идет через ум, да, такие, как правило, вырастают достигаторами, знаете, на равных с мужчинами. Ну, не в том плане, что мужчины чем-то лучше, а что эти девушки, женщины не видят разницы, с кем соревноваться, я имею в виду, в психологическом плане, в каких-то достижениях. И они молодцы и умнички, действительно. Но нередко вот этот комплекс того, что мне в детстве, ну, мне имеется в виду, девочки говорили, что она некрасивая, зато умная, да, это все равно будет внутри сидеть. И на уровне я, моя внешность, она будет со знаком минус. И каждый раз, когда я где-то буду косвенно слышать про это подтверждение, ну, в смысле, не я, но, допустим, девушка, да, пошла на свидание, и мужчина сказал, ну, ты знаешь, ты милый, ты симпатичный, оно не в моем вкусе. И это сразу наждачкой будет проходиться по той больной ране, которая вот была в детстве. К чему я вот этот небольшой экскурс весь рассказываю? Друзья, не все ваши вопросы, возможно, буду успевать видеть, но спасибо за вашу активность. Я это рассказываю все к тому, что, наверное, нам не нужно стараться сделать самооценку высокой. То есть, это такая цель максимум, научиться считать, что я хорош, такой, какой я есть. Но объективно, мы же не просто так вот, те из вас, кто понимает, что у него не очень высокая оценка, это объективно, мы можем понимать, что в чем-то мы не хороши. Ну, зачем спорить с реальностью, если, например, я не умею рисовать, да, думает человек, зачем он будет говорить себе, убеждать себя в том, что, ну, он там классный, даже вот то, что он нарисовал, это все равно классно. Просто никто не понимает. Ну, вот квадрат Малевич же нарисовал свой квадрат, тоже классно, тоже выдающийся, и потом просто признали это. А вот мои каля-маля, ну, просто люди еще не доросли до этого. Можно пойти в это, да, но это не, это такой оторванный от реальности, получается, вариант. Гораздо лучше это пойти по пути принятия. То есть, когда ты понимаешь, что я не идеальный, и я вот провожу на встрече в клубе психологов, да, и помогаю им продвигаться в интернете, и я рассказывал о том, что мне в свое время очень помогла фраза, что я не идеальный психолог и помогаю не идеальным людям жить не идеальную жизнь. И вот эта фраза, она, казалось бы, какая-то ущербная, с одной стороны, да, что значит не идеальный психолог, что-то там не идеально, как ты помогаешь, а в ней очень много силы, потому что в ней есть принятие. И, ну, вот скажите, представьте, обращается человек реально с ограничениями физическими. Ну, например, у человека нет рук, да, или у него, может быть, очень обезображено лицо после автокатастрофы. Ну, вот сколько бы ты ему ни говорил, зато ты в этом хорош, да, или, ну, и бывает и хуже, или и такого тебя люди могут полюбить, он все равно воспринимает это как изъян, как несовершенство свое. И здесь мы не можем говорить о том, чтобы нужно повысить самооценку, сравнивая себя с кем-то. Ну, да, это путь, но такой себе. А здесь нужно говорить о том, что мы можем пойти в принятие, что, ну, да, так получилось, что, ну, вот так оно. У тебя есть два варианта. Не принимать это, бороться с этим и все время чувствовать себя ущербным. Ну, и на наш язык это можно перевести в то, что человек будет ощущать себя с низкой самооценкой. Но есть другой путь сказать, да, ну, у меня, допустим, вот есть какие-то физические ограничения, например. Ну, это такой кардинальный пример, я сразу, чтобы было как-то понятно. И я не борюсь с этим, я не стараюсь как-то это исправить, да. Но я принимаю себя в этом. И я адаптируюсь дальше как-то в социуме с пониманием, что у меня есть свои сильные и слабые стороны. Это не быстрый путь. Это, может быть, не такая волшебная таблетка, как хотелось бы, чтобы раз, и я поверил в себя. Я чувствую, что я просто фантастически крут или крута, да. Но это, опять же, про американские горки. В один момент я чувствую себя фантастически крутым и выдающимся. Но как только мне опять пройдутся по моей больной мозоли, я опять буду чувствовать себя ничтожеством. Так вот, суть заключается в том, чтобы мозоль перестала болеть. И во многом это как раз про принятие. Про то, что я не борюсь с тем, что, ну, например, что что-то у меня там неидеально с точки зрения. А я нахожу ресурс в этой неидеальности. Я понимаю, что вот такой, какой неидеальный я, такой уже и есть. И это замечательно. И во многом как раз психологи помогают в этом, в принятии, если нет реальной возможности изменить что-то, да. Ну, например, есть же очень многие женщины, которые, ну, просто страдают от каких-то внешних комплексов. И да, хорошо, что, я считаю, хорошо, что есть такая индустрия, как пластическая хирургия, которая помогает действительно в очень сложных ситуациях, но когда не может помочь, например, хирургии, всякие бывают там ситуации, то тогда помогает психолог. И тогда можно поработать с тем, чтобы научиться и найти, научить свой мозг мыслить так, что я не борюсь с этим, с тем, что несовершенно сейчас. Это такой первый момент. Второй момент – это то, когда я начинаю немножко отделять свою личность от поведения. Вот наш мозг, он устроен таким образом, что ему нужно тратить как можно меньше энергии в этой жизни. И для этого он все упрощает, каталогизирует. У нас большие такие полки в голове, и он раскладывает, да. Так, вот этот сделал хороший поступок, он хороший, занесем его в папочку с названием «хороший». Этот ответственный, этот безответственный, этот какой-то урод, это там хамло. Я, ну вот я поступил плохо много раз, да, вот я неудачник, например. И у нас тоже есть некая «я-концепция», если говорить таким научным языком психологическим, некое понимание себя, а какой я. И опять же мы упираемся в детство, оно во многом заложено с детства. И да, есть техники, есть способы, когда мы идем в детство и трансформируем глубинные убеждения. Например, в эмоционально-образной терапии, в которой я работаю, есть очень много практик по работе со своим внутренним ребенком. Внутренний ребенок – это та часть психики, которая, скажем так, на бессознательном уровне находится внутри. И замечали? Иногда прям человек говорит, я попал в эту ситуацию, я чувствую, мне обидно стало как ребенку. Вот недавно у меня был клиент, он сказал, что вот вроде бы ничего мне такого не сказала, а мне хотелось плакать вот как в детстве. И много таких фактов, которые подтверждают то, что эта часть нашей личности, она реально существует. Просто она не физически существует, мы ее можем посмотреть и как-то повзаимодействовать. А она существует в бессознательном психическом варианте. И вот эта «я-концепция», она тоже очень обобщенная, очень с большими допущениями. И, ну, например, вот я всегда привожу этот пример. Вот скажите мне, пожалуйста, если замечательный человек, ну, вот это реальная ситуация, человек, будучи военным, офицером, ну, лейтенант, например, они тренировались, бросали гранату в окопах с новобранцами, и один из новобранцев бросил гранату плохо, и граната упала в окоп, и лейтенант накрыл своим телом и спас новобранцев. Ну, и он, конечно же, погиб. Вот скажите мне, это хороший человек? Вот он спас людей, ну, молодых парней. Это хороший человек? Ну, однозначно да. Да, да, то есть наш мозг, упрощенный, если не вдаваясь в подробности, он скажет однозначно, да, это отличный человек, потому что он сделал замечательный поступок. Ну, а если мы узнаем про него другие факты, что, не знаю, он очень часто выпивал, когда он выпивал, он мог поднять руку на свою жену, на дочку, на сына, а в детстве он вообще там мучил кошек, например. Ну, просто представим. Что мы можем сказать про этого человека? Он хороший или плохой? Это сложнее сказать. Им двигали комплексы и страхи с детства. Возможно, но это неоднозначная информация, тут нужно изучать. Я про другое. Про то, что в первой ситуации большинство из вас подумали, герой, ну, просто герой. А в другой ситуации, ой, а перекрывает ли вот этот негатив уже его геройские поступки или нет, понимаете? То есть у нас начинается уже какое-то взвешивание. А это всего лишь две ситуации. А таких ситуаций сотни в течение дня, по которым можно создать какое-то впечатление о человеке. Но мы сейчас говорим про другого человека, а я говорю про себя, ну, то есть про каждого из вас. И как можно судить о себе, какой вы хороший или плохой, если в течение дня происходит столько разных ситуаций, в которых вы для кого-то проявились бы как хороший человек, для кого-то как плохой. Какие-то ваши действия можно однозначно назвать глупыми, ошибками. И это про то, что, может быть, вы дурак и неумный, да? А какие-то потом со временем окажутся очень правильными и дальновидными. И я это все веду к тому, что каждый раз, когда... То есть я за то, что вообще я концепция, какой я? Хороший, плохой, сильный, там, не сильный, слабый, красивый, некрасивый, толстый, худой. Она сама по себе ущербна. То есть сама постановка вопроса самооценки, я считаю, она ненужная. Она ни к чему не ведет толковому. Кроме возможной ситуации, когда мы работаем над своей личной эффективностью. То есть я просто думаю, так, а могу ли я еще что-то в себе улучшить, для того, чтобы, ну, не знаю, в отношениях лучше стало, на работе, в профессии. Вот здесь, да, здесь конструктив есть. А вообще вот какой я, как эта информация помогает мне в жизни? Вот реально. То, что я знаю, что я, например, в чем-то хорош, а в чем-то слаб. Как мне это помогает в жизни? Ну, в каких-то ситуациях я просто в них пойду, в какие-то не пойду, потому что больше вероятности там совершить ошибки. Ну, это опять же к первому варианту, да, к тому, что проэффективность. Но сама по себе концепция, какой я, она ущербная, потому что, ну, ущербная, в смысле, она искаженная, она неправильная. Потому что в ней очень большой процент обобщения, субъективизма, натягивания, не знаю, совы на глобус, да, как говорят. То есть она, вот вы никакой, не хороший, не плохой, вы никакой, и я никакой, мы все никакие. И бывало ли так в вашей жизни, что человек, которого вы считали там высокомерным, надменным, подлым, плохим, совершал хороший поступок? Или вы знали, что он совершал хороший поступок? Или наоборот, человек, который был очень хороший, вы были о нем хорошим, не не считали его лучшим другом, он предавал вас? Бывало такое? Да, я думаю, у многих. И получается, мы ошибаемся? Да, нашему мозгу так удобно, и нам надо, и мы все равно не сможем отказаться от этого, чтобы не создавать какое-то впечатление о других людях и о себе. Но хотя бы о себе мы можем свое мнение скорректировать, либо отказаться вообще от вопроса, думать о том, о какой я. Вот просто попробуйте почувствовать, что никакой пользы от информации, от понимания, какой я, практической в большинстве случаев нет. Вот если вы просто попробуйте почувствовать, что я никакой, но могу совершать абсолютно разные поступки, ну имеется в виду не все, что мне вздумалось, я пойду делать, а я могу совершить как очень благородное дело, так и очень там, не знаю, ошибку какую-то совершить, за что мне будет потом стыдно. Но это не значит, что я плохой, это значит, что я совершил какой-то поступок, да, я могу совершить там работу над ошибками в дальнейшем. То есть вот поймите, что я, по-моему, про это тоже говорил, в сторис отвечал на вопрос. Откажитесь от идеи объединять поведение и личность, начните разделять. Личность всегда хорошая, всегда окей. Да, она может быть неприятная, про другого, про себя, но мы работаем с поведением. Зачем нам думать про личность? Зачем нам рассуждать, вот какой хороший человек или вот какой плохой человек? Вот сейчас кто-то сидит, слушает меня и думает, какой умный там психолог, а кто-то думает, вот какую-то фигню говорит, вот он дурак какой-то, да. Это каталогизирование, но одно дело вы так думаете, а другое дело я сейчас буду так про себя думать. И вот ваши вопросы про самооценку, они скорее всего про то, а как отказаться навешивать ярлыки на себя самого или себя саму. Что я там недостаточно красивая, недостаточно для кого, или там недостаточно ума, недостаточно для кого. Для кого-то недостаточно, а для кого-то очень достаточно. Если сравнить там с самым некрасивым человеком, ну девушкой на земле, вы себя где поставили? То есть уже, да, такая субъективизм пошел. То есть улавливаете вот эту мысль, она достаточно глубокая, и я сейчас вам ее просто так вот выгружаю на ваш, может быть, не совсем готовый к этому мозг, в плане вечера, воскресенья, хочется отдохнуть, да, а тут Никулин начал какие-то темы задвигать глубокие. Этот опыт, он встраивается, почему вот я не очень люблю отвечать на вопросы на самом деле. Потому что опыт психотерапии, индивидуального консультирования, ты можешь не говорить так в лоб. Ну вот большинство, наверное, кто еще не был никогда на консультациях, не только моей, чьей-либо. Мы идем к психологу с ожиданием, что он нам что-то скажет, как нам быть. Но вы, наверное, знаете эту всю ужасную фразу, что психологи не дают советов. Но даже суть не в этом, что очень много в эффективности работы психолога, очень много в результате зависит не от того, что психолог сказал, что вам надо вот так-то делать. Или там, вам не надо так делать. Но на самом деле это уже не профессионализм, если психолог так говорит. А заключается в том, что мы начинаем задавать какие-то такие вопросы, что человек проживает как будто бы на своем опыте понимания, что, ага, оказывается, и вот так вот можно. И вот с этой точки зрения можно посмотреть на эту ситуацию. И примеряет на себя новый стиль мышления. То есть тогда, в следующий раз, например, когда я облажаюсь в публичном выступлении, это не значит, что я там ущербный какой-то, и мне не дано выступать публично. Это значит, что просто в той конкретной ситуации я, возможно, недостаточно хорошо подготовился, или там это была, мне очень интересная тема, или аудитория там была какая-то придирчивая, нужно было там по-другому начать. То есть нету про личность, что я плохой или плохая, что мне не дано выступать. Это неэффективные мысли, они нас никуда не приводят. И вот такой подход, он может дать результат. Ну, давайте чуть позже я сейчас еще поговорю про эмоционально-образную терапию, которую я так очень люблю, и которая очень глубоко работает. Сейчас немножко на ваши вопросы поотвечаю. Мира, сложно абстрагироваться от субъективного мнения своей личности и просто наслаждаться жизнью. Мира, верно. И причем, знаете, здесь ведь нет речи о том, чтобы стать просветленным каким-то, просто наслаждаться жизнью. Нет. Я далеко вообще тоже не какой-то спокойный, ну, как гуру вот рисуют. Вот я не такой. Задача лишь в том, что есть какие-то ситуации, которые нас триггерят, которые нас переключают в какое-то очень нестабильное состояние, ну, эмоциональное состояние. И вот задача лишь научиться в этих ситуациях мыслить немножечко по-другому для того, чтобы эти ситуации нас не триггерили. Ну, или там, их не было, этих ситуаций, да. Задача не стоит в том, чтобы, друзья, вот смотрите, я гуру просветленный, отделите свое личное соотповедение, и все будет хорошо. Это как бы вектор, куда мы двигаемся. Мы, может быть, туда никогда не придем, но знание об этом нам поможет в каких-то непростых ситуациях, где мы, например, очень жестко виним себя или стыдимся, вспомнить и сказать, что, а может быть, вот то, что сейчас я так сильно, там, провинился или сделал что-то, ну, как-то в неприглядном свете выступил, может быть, это не значит, что я плохой, а может быть, это значит, что просто вот такое было мое проявление в моменте, а проявление могло быть разным. Значит ли, вот представьте, человек, которого вы безумно сильно уважаете, но который облажался на сцене, например, или где-то, вот так же, как и вы, ну, я, извиняюсь, таким сленгом буду говорить, как большинство клиентов мне говорят на консультации, простым очень языком. Значит ли это, что после этого вы перестанете уважать этого человека, ну, если он не по своей вине, ну, вот получилось что-то с ним, ну, не знаю, облил томатный сок на белую рубашку. Значит ли это, что его нужно меньше уважать? Нет. Тогда почему, если с вами это произойдет, с кем-то, не со всеми, возможно, вы будете переживать дикое чувство стыда? Задумайтесь об этом, да? Так, давайте я в ТикТоке тоже немножко посмотрю на вопросы. Так, секунду. Так, ну, я буду читать вопросы по самооценке. Так, спасибо, кто-то уже тут постоянный гость, рад, что присоединились. Так, давайте еще посмотрим вопросы. Спасибо за лайки. Друзья, можете, да, поставить лайки, поделиться прямым эфиром. Он должен быть в записи, я надеюсь, что все будет хорошо. Ну, в Инстаграме. То, кто смотрит меня в ТикТоке, потом присоединяйтесь в мой Инстаграм. Так, ну, вроде бы, да, просят сохранить. Как перестать сравнивать? Вот в ТикТоке вопрос. Как перестать сравнивать себя с другими? Очень часто, так, сейчас, чтобы я смотрел в одну точку примерно. Очень часто мы сравниваем себя с другими, потому что, а, да, вот, напомните, если сейчас забуду про сравнение. Вот вопрос, на котором я говорил, да, что, который я читал, что, получается, что нам нужно просветиться и стать таким счастливым в позе лотоса? Нет, ну, просто, знаете, мы мыслим то, как мы говорим внутри себя. И семантика очень важна. Например, если я смотрю на что-то и говорю, это ужасно, то, согласитесь, это будет вызывать во мне более сильные эмоции, чем если я смотрю на что-то на это же самое и говорю, ну, да, неприятненько вышло. Или там, ну, да, наверное, придется как-то это исправлять. Разный эмоциональный отклик будет на мысли. И, зная это, мы можем понять, что, оказывается, то, как мы думаем, то есть, какими словами мы думаем, понимаете, прям дословно, какими словами мы мыслим, то и рождает, такие эмоции внутри нас и рождаются. И, к сожалению, уже сам язык наш, любой, английский, русский, какой угодно, украинский, да, французский, уже в себе содержит ограничения. То есть, уже сам по себе язык накладывает определенные ограничения. Например, слово «должен». Да, «должен» — это словно «обязан». «Не могу иначе», «только так и никак иначе». Например, я обещал в сторис, что выйду сегодня в этот прямой эфир. Но значит ли это, что я должен в него выйти? Нет, не значит. Но кто-то может так сильно относиться к этому, что я должен, что если он, допустим, не будет успевать выйти в прямой эфир, ну, например, я, он будет очень сильно переживать по этому поводу. Потому что я обещал, а значит, я должен, понимаете. И вот поднимается тревога, там может вторично накладываться, значит, я какой-то не такой плохой, ужасный. Вот вам, пожалуйста, самооценка. Просто из-за того, какие схемы у меня в голове, какими формулировками. Так вот, с самого детства, да, к вопросу, это очень сложно, отказаться от того, чтобы мыслить, разъединять поведение, личность. А потому что с самого детства нам говорят, о, положил игрушки, какой хороший мальчик. О, молодец, ты там скушала кашку. Какая хорошая девочка. Поведение равно личность. И это прям спайка происходит с самого рождения, там, с первых, не знаю, дней происходит. И, конечно, разъединяется, становится очень непросто. Хотя в этом огромный-огромный ресурс. Я, кстати, очень многим рекомендую, если вы воспитываете детей сейчас, то старайтесь, если вы хвалите, например, ну, конечно, можно подойти и сказать, ты там мой любимый, ты там умничка, молодец. То есть я не вот что от этого предлагаю отказаться. Но если вы хвалите, то подмечайте что-то, что вам нравится в нем. Даже просто внешность. Или какое-то проявление. Ну, конкретику. Потому что эта конкретика, она западает на подсознание. И потом человек вырастает и будет знать, ага, наверное, я умный, потому что, ну, в смысле, он так не будет даже думать. Это будет на бессознательном уровне. Я справлюсь с этой задачей, потому что папа мне всегда говорил, что у тебя все получится. Я, там, ты умный. Или, там, мама говорила, что ты смелый. Взрослый не будет так думать. Это будет на автомате жить. А если ругаете, если ругаете и наказываете, а я считаю, детей надо наказывать, но не физически. Так вот, если наказываете, ребенок должен чувствовать, что вы его любите в этот момент. Вот это самое сложное, наверное, но самое важное. И у меня прям был момент тоже с дочкой, что-то она очень меня, я не помню что, но разозлила, и какое-то наказание было. Ну, из серии там, не будет сегодня ни сказок, ни играть в настольные игры и так далее. И она подошла и говорит, пап, ну, ты меня любишь. Ну, вот я же плохо поступила. Я говорю, да, я тебя люблю, но я расстроен. Да, я тебя люблю, но мне было очень неприятно то, что ты делал. Я не помню, что сделал. Ну, может быть, там ударило меня, может быть, там обзывалось, ну, или что-то такое неприятное. Но я говорю, ну, я тебя люблю и продолжаю любить. Я люблю тебя в каждый момент времени, даже когда я тебя наказываю и даже когда я ругаюсь. И это не нужно каждый раз говорить. Это должно быть по текстам. Но вот это знание о том, что я окей, но мое поведение может не нравиться моим родителям. Оно и помогает разотождествляться в будущем. Точнее, не так сильно отождествлять себя. Ага, вот я получил двойку, или я там не сдал экзамен, или я там что-то сделал плохое, значит, я плохой. Ну, ошибся, я имею в виду там. Не знаю. Не умею водить машину, например. Думать, что все, я какой-то ужасный, никчемный. Вот это с детства закладывается. И это я так пространно отвечаю на вопрос по поводу того, как не сравнивать. Сравнение тоже очень часто идет от того, что мы, нас в детстве сравнивают. Ну, вот смотри, Петя хорошо учится, а ты что так не можешь? Или смотри, там Маша, как здорово плетет, не знаю, из бисера. Ну, просто, что в голову приходили рисуют. Да, а ты чем хуже? Ну, это в лучшем случае такая формулировка. И сравнение, оно закладывает мысль о том, что одна личность более ценнее, чем другая. А эта мысль, она деструктивна по своей сути. Ну, вот ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, кто ценнее, кто важнее, кто ценнее в абсолютном смысле? Ну, например, Альберт Эйнштейн или сантехник дядя Вася из соседнего подъезда? Вот кто, на ваш взгляд, ценнее? Возможно, вы скажете, что Альберт Эйнштейн, но когда у нас засоряется унитаз и невозможно сходить в туалет, извиняюсь за подробности, мы почему-то обращаемся не к доктору наук, а мы обращаемся к соседу, к дяде Васе из соседнего подъезда, ну, или там, из Жука, да, Жека, ТСЖ, и мы ему очень благодарны и готовы дать любые деньги. Почему? Потому что он решает очень базовую, нужную нам потребность. Эйнштейн тоже решает очень глобальный для человечества вопрос. Но выйдите из этого зала суда, зала суда под названием «Кто лучше?» Мы туда помещены, в этот зал суда, не по своей воле. Так устроено наше общество. У нас даже есть измерители, кто лучше. Это лайки, это какие-то, это деньги, это машины, статусы, путешествия, кто куда, сколько путешествует. У нас даже теперь есть измерения, понимаете, критерий, по которым мы сейчас так легко, заходишь в Инстаграм, и ты меряешься. Неосознанно даже, неспециально, вы не представляете, как Инстаграм когда появился, как активизировались люди вот с вот этой, вот этим состоянием внутреннего обесценивания, когда я листаю ленту и понимаю, что у меня ужасная, ущербная жизнь, говорит клиент, потому что я вижу, как один путешествует, другой там переделал, здесь сидел с тремя детьми, третья выглядит просто как модель, и я полистал две минуты, и у меня просто рухнула самооценка. И в таком мире, к сожалению, мы живем. но в этот зал суда, зал оценок, наверное, правильнее сказать, мы помещены не по своей воле. Это когда мы бессознательно начинаем сравнивать. Но для меня сравнивать одного человека с другим, это так же, как сравнивать пылесос и утюг. Скажите, что лучше, пылесос или утюг? Сложно сказать, у каждого своя задача. Или как сравнивать березу и ель. какое дерево красивее. Или как сравнивать леопарда и льва. Какое животное мощнее, лучше, какое нужно оставить в природе, а какое, ну, вообще, лучше бы его не было в природе. Вы понимаете, природа, она уникальна, и каждая личность уникальна, но только наш травмированный мозг привык делить все на хорошее и плохое, правильное и неправильное, дихотомия такая, да, вот, дихотомическое мышление, черное и белое, успешный и неуспешный, полутонов не дано. И это тоже то, что влияет очень сильно на самооценку. Потому что, ладно бы ты ощущал себя просто достаточно хорошим. Это ведь очень классная позиция, научиться найти стабилизацию внутри себя, когда ты уже достаточно хорош, когда ты не стремишься быть самым лучшим, самым крутым. Нет, стремиться это отлично, в этом нет ничего плохого. Но многие разрушаются психологически, когда не достигают чего-то такого. А задача в том, чтобы с ощущением достаточности двигаться туда, где твой интерес. и кто-то делает большой бизнес, потому что ему нужно выпендриться перед друзьями или доказать самому себе, потому что в школе он был неудачником. А кто-то будет зарабатывать большие деньги в бизнесе, потому что ему интересно, потому что ему в кайф строить бизнес, ему в кайф взаимодействовать с людьми, заниматься тем, чем он занимается. Понимаете? То есть, это не значит, что если мы отказываемся от концепции достижения, потому что мы хотим стать самым лучшим, то тогда мы сядем, будем медитировать и говорить, вот мы всех любим и ничего делать не будем. Почему опять такая дихотомия? Только это, либо это? Нет. Можно оставаться в комфорте с ощущением я уже достаточно хороший или хорошая, но я продолжаю совершенствоваться. А у нас ведь как? О, я еще недостаточно умею, чтобы там проявиться. Я недостаточно хороша в этом. Я недостаточно хорош в этом. Ой, мне нельзя начинать, я недостаточно. Вы уже достаточно хороши во многом, если не во всем. Просто вопрос достаточности, он субъективный. Для кого-то вы всегда будете недостаточны, вы всегда будете несовершенны. И вот это тоже нужно понимать. Так, так, про страхи давайте я пока пропущу вопрос, потому что у нас сегодня больше про самооценку. Можете, пока я тут читаю вопросы, поставить лайки. Нет, конечно, я думала, вы устали сильно и сегодня эфира не будет. Да, сегодня второй день был обучения. Никто никому ничего не должен и не обязан. Ирина, классная фраза, она мне нравится, но если ее так декларировать, большинство людей воспринимают ее в штыки, потому что когда мы говорим никто никому ничего не должен, ну это что я, значит, там за ребенком своим не должен ухаживать, за родителями кредит не должен выплачивать, да, то есть здесь я бы был аккуратнее в этом плане. Например, сказал бы, что попробуйте поменять формулировку, помните, о чем я говорил, мы во многом страдаем от того, какими словами мы думаем, то, какие слова мы произносим внутри себя, когда думаем по поводу какой-то ситуации. И слово должен, оно очень сильно нагружает ответственностью, невозможностью не сделать. Попробуйте хотя бы должен заменить на хотелось бы иметь, мне бы хотелось, чтобы было вот так вот, или для меня важно, но это не значит, что так и должно быть. И это уже даст какую-то внутреннюю гибкость, чуть-чуть расшатает жесткость вот этой конструкции. Так. Так. Так, у кого-то звука не было. Идем дальше. Вот тут. Да, сантехник. Оба, потому что каждый в своей сфере. Правильно. Так, хорошо. Вот, ребенка сравнивают только с самим собой, обращая внимание на его поступки. Да, можно с предыдущим сравнить. Смотри, ты не мог там, ну если мальчик, да, допустим, отжаться пять раз еще год назад, а сейчас ты целых десять раз отжимаешься. Молодец, здорово, мне нравится твой прогресс. Все. Так. Да, нас только так раньше воспитывали. Ну, к сожалению, раньше не было так сильно развита психология. И знаете, это тоже к вопросу про обиды на родителей. Эта тема часто возникает. Родители тоже были достаточно хорошими в том варианте, в каком они могли, при тех обстоятельствах, при том детстве, в котором они были, да, воспитать нас так, как они это делали. И, к сожалению, это не их не оправдывает, но это объясняет причины того, как они воспитывали. Я считаю, что если обещалось сделать, это человек слово, ему можно доверять и можно положиться на него. Алла, очень хорошая концепция, вообще ничего против нее не имею. Но если бы вы пришли ко мне, например, на консультацию, сказали, Константин, почему вокруг меня такие безответственные люди? Я не могу ни на кого положиться, я не могу ни на кого довериться. Мне страшно жить, потому что он сегодня говорит одно, а завтра другое. То мы бы с вами работали как раз вот с этой идеей о том, что люди должны держать свое слово. Ну, скорее всего, здесь за этим скрывается некое долженствование. Да, и работали бы немножко вот с этой идеей, что разве так оно и должно быть. Но сама-то мысль толковая, я с ней согласен. Так, хорошо. Так. Ругать как? Как ругать ребенка? Проговаривайте свои эмоции, что вы чувствуете в моменте, когда ребенок что-то делает. И не вот что, ты знаешь, я сержусь на тебя. Вы можете прям кричать, я, блин, сержусь. Вы можете топать ногами, бить подушку и говорить, ты меня очень разозлил. Ну, правильнее сказать, я разозлилась очень сильно, когда ты это сделал. Ну, вот так будет корректней. Я злюсь, да, на то, как ты себя повел. Мне обидно, мне очень неприятно, мне противно даже, можно сказать. вам станет легче. Вам станет легче, ребенок увидит, что мама живая или папа, все нормально. Не нужно стараться обезопасить ребенка от эмоций. Обезопасить ребенка от насилия психологического, физического, от унижения, от обесценивания. От эмоций, это что-то такое. Это нормально гневаться, это нормально испытывать ярость. Ну, мы люди. Скорее, ненормально быть вот таким все время спокойным, воодушевленным и так далее. Это твой день, написан на кружке. Надеюсь, это был ваш день. Так, ну давайте немножко про эмоционально-образную терапию поговорим. Я ее больше люблю, чем когнитивно-поведенческую, пример из которой я сейчас приводил. Но просто когнитивно-поведенческая терапия, я в двух направлениях работаю, КПТ и ЛОТ, она более понятная, что ли. Ну, то есть люди не все готовы к тому, что у нас там что-то, какие-то процессы происходят, надо там закрыть глаза, что-то сделать и все трансформируется. Но когда ты видишь, как это реально работает, невозможно эту тему не изучать. И да, со многим я работаю именно структурно, логически. Давайте посмотрим, как вы так придумываете себе эту жизнь, что она вызывает у вас страдания. А с кем-то и кому-то даже хочется и нравится работать, в том числе и с самооценкой, в формате там работы с внутренним ребенком, с принятием, с разрешением. Так вот, если говорить про концепцию внутреннего ребенка, то если нам в детстве очень часто говорили какие-то обесценивающие слова, плохие, били за что-то, за проявление, да, то, скорее всего, внутри нас эта информация как-то запечатлена. Да, бывало у кого-нибудь такое, что вы слышите, например, как кто-то ругает ребенка на детской площадке, а у вас флэшбеки такие и прям эмоции возникают. Не вас ругают, вас это не касается. Другого ребенка, мама, например, на него кричит, да, или папа там поддал ему по попе, а вас триггерит. Почему? Потому что это проходится по вот той части вашей личности, которая не исцеленная еще так. Я сейчас очень так немножко субъективно говорю, да, и с такими допущениями. Ну вот просто поймите мой птичий язык. То есть у нас есть часть личности, которая травмированная. И по сути исцеление внутреннего ребенка делает так, когда ты видишь, что мама наказывает неэкологично своего ребенка, но тебя это не травмирует. Я никогда не забуду, еще давно, наверное, в году 12-м я летал, как сейчас помню, в Барнаул с тренингами и уже летел обратно из Барнаула и сижу в зале ожидания. И передо мной, ну, то есть я спиной смотрю в спину сиденья, да, в зале ожидания семейная пара. Мама, папа и сын. И я почувствовал, а я люблю очень за людьми наблюдать вот в разных таких, знаете, ситуациях. И я почувствовал, как будто бы там кто-то кому-то неродной. То есть мама с папой настолько были, а, они не сидели не так, мама, сын, папа. Сидела мама, папа и сбоку там сын. И вот муж с женой налюбоваться просто с собой не могли. Они обнимались, они целовались, хотя, ну, им лет 40, то есть это не вот молодежь какая-то совсем, да, хотя я за то, чтобы проявлять эмоции в любом возрасте, поймите меня правильно. Но они это как-то делали настолько нарочито, а ребенок в этот момент сидел, и вот он просто что-то там спросит у мамы или у папы, ну, мамы, по-моему, да, мне кажется, это был отчим его, наверное, у них только завязался роман. И вот он всей душой, и мы шли, там пешком шли, я помню, до самолета в Барнауле, и они передо мной все это время шли, и вот он прям ластился, он хотел себе внимания, а мама просто вообще не смотрела в его сторону, она только вся была в муже. И мне так хотелось подойти и сказать, что не упустите вот этот момент, когда ребенок еще просит ваше внимание, ну, видите же, ему хочется, но я, слава Богу, удержался от этого, потому что, ну, не имею права я влазить в другую семью, и я не знаю там всю ситуацию, но я хорошо понял, как это какая-то моя история в этот момент фонила, это какая-то моя непроработанная тогда еще тема говорила во мне, да, а тема, может быть, отвержение, непринятие, или еще чего-то, и, конечно же, я ее понес к своему психотерапевту, но я четко отследил, как это работает, я вижу другого, а страдает что-то внутри меня. Так вот, когда вот это происходит в детстве с нами, то внутри у нас появляется, ну, вот этот внутренний ребенок, он неисцеленный, такой травмированный, и задача вот этой самооценки, стабильной самооценки заключается в том, что мы своему внутреннему ребенку с помощью определенных практик, сейчас это просто прозвучит как слова, но мы словно даем ему какое-то разрешение, разрешение, например, быть неидеальным, разрешение быть слабым в чем-то, разрешение быть таким, какой он есть, когда мы ему говорим от лица своего любящего родителя, что я люблю и принимаю тебя таким, какой ты есть, своего внутреннего ребенка, и вы не представляете, насколько это иногда эмоциональные встречи, насколько они глубокие, насколько они сокровенные, но, к сожалению, бывает то, когда человек видит своего внутреннего ребенка и говорит, да мне на него насрать, извините, мне вообще пофиг, он не противен, мне не хочется к нему даже подходить, то есть настолько разорвана связь, настолько этот внутренний ребенок там в заточении, и там, конечно, приходится работать уже разными методами, разными техниками, но когда это воссоединение происходит, человек даже на физическом, на телесном уровне начинает ощущать, как что-то внутри него начинает распаковываться и проявляться, и та же самая ситуация, ну, давайте такой банальный пример возьмем, публичное выступление, которое до этого вызывало у него тревогу, переживание, чувство обесценивания, что я самозванец, куда-то выхожу на сцену, та же самая ситуация перестает его триггерить, и он говорит, да, это опыт, да, я испытываю легкое волнение, это нормально волноваться, то есть, ну, но я не испытываю дикую тревогу, почему? Потому что тот внутренний ребенок, который внутри себя содержал, скажем так, вот эти слова, которые он слышал от родителей, вот это обесценивание, какие-то удары физические, может быть, да, когда это исцеляется, когда это отпускается, когда это уходит, то он перестает этого бояться, потому что, когда мы выходим на сцену, ну, то есть, во взрослой жизни, если мы не берем там ситуацию драки, в обычной жизни нам ведь ничего физически не угрожает, но мы боимся, например, на сцене выступить так же, как будто нас, в нас реально будут стрелять, вот такой же сильный страх, да, а почему? Потому что для ребенка тогда отвержение родителей, это было сродни смерти, и этот страх закапсулировался, он внутри остался, и когда мы идем на какую-то ситуацию, не знаю, на работу устраиваемся, да, у меня был клиент, который боялся просто на собеседование прийти, просто начать говорить и заявлять о себе, потому что там была определенная травма отвержения, и она там 35 лет, взрослая девушка, все понимала, но, она говорит, я все умом понимаю, но я не могу, я боюсь, меня трясет, потому что трясет не ее, трясет вот ту внутреннюю часть, и я призываю вас, ну, кто-то, возможно, придет на консультацию ко мне, кто-то сам будет что-то делать и прорабатывать, но я призываю вас прислушиваться к той такой, знаете, потаенной вашей части, той, может быть, не до конца проявленной части, к той творческой части вашей личности, которая может созидать, которая может что-то создавать, которая может проявляться, которая может дурачиться, прыгать, играть, веселиться, проявляться, и вот дайте ей больше разрешения, и самое простое, что вы можете сделать, я всем это очень рекомендую, это такой, знаете, манифест свободной личности, просто возьмите листок, А4, и напишите штук 15 фраз, начинающихся со слов «я имею право». Дайте себе право на что-то, что вы пока еще не очень чувствуете разрешение внутри. Например, «я имею право допускать ошибки», «я имею право быть толстым», «я имею право жить там, где я хочу», «я имею право не отвечать на телефонный звонок мамы или папы», «вот дать себе право». И это будет уже затрагивать какие-то очень важные для вас нотки и потихонечку будет развивать. Так, ну давайте посмотрю ваши вопросы. Да, про актерство Ирин согласен, полезно развивать данные, могут эмоции проработать свои. Да, хорошо. Алла, меня в школе классный руководитель всегда умудрялось меня при всем классе унизить, и у меня заложилось внутри, что когда меня топчут, я обижусь, поплачу, а потом встаю, иду дальше, доказываю, что я лучше. Да, Алла, это похоже на какую-то компенсацию вашу, да. Может быть даже, ну то есть, это не, само по себе это не проблема. Ну то есть, ну да, было и было, но сейчас я живу и как-то скомпенсировался. Но если вы чувствуете, что это приводит к каким-то систематическим страданиям, то с этим можно поработать. И иногда это бывает так, что я не могу двинуться вперед, ну вот добился какого-то результата и стою на месте. Пока меня кто-то не обесценит, не унизит, то есть, мне нужно всегда вот это доказательство. Я двигаюсь только на топливе доказательства. И тогда это может быть там запрос на терапию, да. Спасибо за откровенность. Благодарю за отклик. Так. Если при каких-то условиях выбрали не тебя, все равно же начинаешь сравнивать. Конечно, мы не уйдем, наверное, на 100% от сравнения, что кто-то в чем-то лучше. Но сравнивайте не личности, а проявленности, поведение. Ну что, в моменте кто-то проявился. Ну это, знаете, вот сейчас Олимпиада закончилась. Я, правда, ни одно выступление не смотрел, но раньше я очень любил это мероприятие. Чемпионы мира могут так опозориться, упасть много раз, не знаю, сорваться. И что мы в этот момент скажем? Ну, все равно он герой. А кто-то скажет, фу, да, одноразовый чемпион. Зачем? Это вообще пустая болтовня. В моменте обстоятельства сложились так, что кто-то выступил лучше. Это вот про это, если уж мы говорим про сравнение, да. Это не значит, что я неудачник и мне не дано. Да, возможно, у кого-то больше там навыков, больше предрасположенность к чему-то. Так, ну что, друзья, давайте потихонечку будем завершать. В инстаграме сейчас эфир точно сам закончится скоро. Напишите, пожалуйста, цифру 10 или там слово «интересно», если вам было бы интересно поучаствовать в марафоне по самооценке. Марафон, например, трехдневный, да. Кто-то был у меня на марафоне по тревоге, кто здесь сейчас присутствует. Напишите, как вам марафон по тревоге, который у меня проходил примерно три недели назад. Я вот подумываю, что тема самооценки, она, во-первых, мне же тоже очень близкая, да. Я такой человек с нестабильной самооценкой, особенно в прошлом, да. Сейчас она более-менее стабильная и психика адаптировалась к тем вариантам, ну, к тем обстоятельствам, которые происходят. Но мне эта тема очень любима, я много с ней работаю, она мне очень знакома. Так, десятки вижу, очень интересно, спасибо. Потому что у меня есть наработки, и мне просто хочется их скомпоновать как-то и дать вам самую выжимку. Вот кто был у меня на марафоне по тревоге, да, знает, что там три дня по два часа, и там была настолько максимальная выжимка, не знаю, наверное, за многолетний мой опыт того, что... Ага, вот Ира Павла, марафон по тревоге очень понравился. Да, но самое главное, что он не только, мне кажется, понравился, но там были реальные результаты. Я их потом чуть позже еще проговорю в сториз. Да, те, кто в ТикТоке тоже написал десятки, кому интересно, вы подпишитесь, пожалуйста, на меня в Инстаграм, в профиле, да, по ссылке перейдите. Подпишитесь, чтобы не упустить. Я тогда подумаю. Я думаю, что в ближайшие несколько недель я точно созрею на марафон по самооценке. Будет по доступной цене, абсолютно там не какой-то космос, десятки тысяч рублей. Но я сделаю так, чтобы это было максимально про вас, максимально наполнено. Так, спасибо вам большое за отклики. Ну что, друзья, давайте потихоньку будем начинать. Как вам вообще вечер воскресенья? Время для периодических прямых эфиров. У меня выходные очень часто либо учеба, либо турниры у дочки, либо я сам еду куда-то, провожу тренинг. Но вечера, как правило, свободные. На буднях очень плотно все занято. Но вот я нашел, понял, что в воскресенье вечер у меня более-менее, более-менее получается проводить прямые эфиры. Если вам это удобно, да, можете написать об этом. Но в любом случае, те, кому сегодня было удобно, а в следующий раз неудобно, я стараюсь делать записи всех своих прямых эфиров. И те, кто смотрит меня в ТикТоке сейчас, вы тоже сможете в Инстаграм посмотреть записи. Хорошо, спасибо большое, друзья, за такую большую активность вашу, за позитив. Мне очень приятно, что у нас такое собралось сообщество единомышленников. Надеюсь, что... Ну, лично для меня сейчас час пролетел очень быстро. И надеюсь, что для вас точно так же. Буду рад видеть вас на своем марафоне. Если у вас какая-то острая проблема, острая тема, да, напишите мне по ссылке в профиле WhatsApp, да, можно договориться будет о консультации. На этой неделе, правда, уже все абсолютно занято. Только через неделю во вторник можно будет записаться. Там пока стоит пятница, вот ближайшая, но уже на пятницу нет места. Поэтому, если кому-то эта тема интересна, не откладывайте в долгий ящик. Проработка себя, она никогда не повредит. Она по-любому что-то да улучшит. А если у вас есть прямо какая-то конкретная тема, либо депрессивные состояния, либо тревога, либо низкая самооценка, либо проблемы с детьми, либо с мужем, обращайтесь. Мы можем договориться о консультации в WhatsApp. Все. Друзья, спасибо за активность. Спасибо за то, что нашли время прийти в онлайн. Желаю вам хорошей, благополучной, спокойной, самое главное, но при этом насыщенной недели. Помните, что самое главное, что вы у себя есть. Такой или такая, какая вы есть. И это уже классно. Всем пока.